Ну, насколько я помню, Челенгаров был первый, кто поставил в Атлантическом океане российский флажок, так самым объявив претензии России на эту часть земли. И по большому счету, если взять какие-то международные законы, что этот жест является правом для владения этой территорией. Потому что на какой горе первый флаг Владимица, та территория принадлежит этой стране. Естественно, Антарктику, то есть арктические побережья, арктический шельф, мы уже как бы законно к себе можем присоединить, да, и добывать там какие-то ресурсы. Хотя, конечно, другие страны будут платить. Поэтому, если теоретически, почему бы там на Луне, там на Марсе или где-то еще не объявить, первыми, скажем так, не забить территорию, то есть, значит, кто-то это сделает другой. Я, конечно, мало верю в том, что кто-то будет приселяться на Луну там и жить, потому что, в принципе, условия там не предназначены для жизни. Да, и может как, если там какие-то настолько важные природные ресурсы, что они будут экономически оправданы, добыча их там, да, чтобы полететь туда, добыть их и вернуть на Землю, вот. Но, тем не менее, что поставить там русский флаг и сказать, что вот эта часть там Луны наша, там, да, то, в принципе, я думаю, что это правильный шаг. Потому что, если, опять же, не мы это сделаем, значит, это сделает кто-то другой.